Доброе утро! Доброе утро! Сегодня какая-то невероятная банда. У нас очень много. А вы знаете почему? Нет. Потому что я хочу всех поздравить с Новым Годом. Потому что сегодня же у нас первый день Нового Года, да? Восточного настоящего китайского сегодня приползла змея. Андрюша, все в порядке? Да, со вчерашнего дня. Я понял, что ты древний, глупый, необазованный человек. Это нормально. Какое сегодня февраля примерно? Одиннадцатый. Десятый. Повторяю вопрос, Андрюша, все нормально? Да. У нас сегодня день, я забыл, не буду вспоминать, как он называется. Там довольно-таки сложное название. На самом деле оно как праздник весны переводится. Смешно, по-китайски? Да, по-китайски называется Чуньцзэ, на самом деле. Я ожидал чего-то подобного. Поздравляю всех с Чуньцзэ. Да. И сегодня чудесное Чуньцзэ. И когда я шел по Арбату, я наблюдал некое количество забавных гастарбайтеров, которые колотили лопатами по крышам, оттуда сбивали огромные куски льда, которые падали на тротуар, даже ничем не огороженные. Я тут отпрыгивал влево, вправо, вправо, вправо. Но я дошел сюда живым. На машины попадало? Нет, машины там, слава богу, не было в той части, где машины не стояли. Черт. Они так забавно колотили, я даже хотел снять. То есть машины, они боятся, а людей нет? Да че кто знает, кого они боятся? Они считают, что в это время на Арбате нормальные люди ходить не должны. Бога они боятся. Своего. И поэтому всех с Новым Годом. Да, с Новым Годом, да. Вы на слово говорите кино. Да, кино. Когда мы будем говорить что-нибудь другое? Ну ладно, о кино. Я готов о другом, но мы говорим о кино. А ты говорим о кино. Ты говоришь о кино, Настя, вот говорите о кино. Я буду слушать о кино. Да ладно врать, ты каких-то реальных пацанов посмотрел. Ну как пойдет. Ну как пойдет. Хорошо. Итак, кто желает начать? Все покажут пальцем на хирур. У него появилась самая очередная порнография? Конечно. Я давно сказал, что я не смотрю фильмов, в которых нет откровенных сцен. Давай расскажи. Я в принципе просто не смотрю таких фильмов. Да, не смотрю я таких фильмов давно уже, много лет. Ибо не вижу в них ничего хорошего вообще, на самом деле. Значит, мои поиски хорошего кино были мучительны на этой неделе. Сначала я попытался посмотреть несколько фильмов по романам Генри Миллера. Несколько фильмов? Несколько пытался посмотреть. Примечательно. Да. Посмотрел я «Тропик рака» и посмотрел я «Тихие дни в клише». Старые фильмы? Старые. Значит, вот при всей моей убежденности в том, что старое кино лучше нового, и при всей моей любви к Генри Миллеру, и при всей моей любви к старому импортному кино, я ни один фильм досмотреть до конца не сумел. Оба они показались мне нестерпимо скучными. В них напрочь отсутствовало движение, и оба они представляли собой пересказ за кадром текстов Генри Миллера. Время от времени этот пересказ иллюстрировался не очень хорошей игрой актеров, которые сами по себе наверняка хороши. Только игра у них плохая. Только игра плохая. Я думаю, что… Как с правописанием у Мини-Пуха. Да, я думаю, что… Ну, хороший, такой хамай. Я просто думаю, что режиссер поставил перед ним… Режиссеры, кстати, были разные, но они с удивительным каким-то тупым постоянством продиктовали актерам совершенно неверный подход к этому делу, как мне показалось. То есть за кадром читается матерный текст Генри Миллера, который я прочесть мог бы и сам без всякого кино. Который, конечно, радует. Текст потрясающий совершенно. А актеры время от времени пытаются этот текст проиллюстрировать еще к тому же. «Тропик рака» я посмотрел буквально 20 минут. Плюнул в экран, и моя густая и вешеная слюна медленно потекла по нему. А второй фильм я посмотрел еще меньше и даже плюнуть не успел. У меня рот уже был сухой от ненависти. Но я все равно искал, я продолжал искать хорошее кино. И вот, ребята, вот эта песня... Знаешь, если не найдешь к воскресенью, накажешь. Да, я уже боюсь очень бархатого. Если я не найду хорошее воскресенье... Только не в суе. А почему? Правильно, правильно. Нет, в суе. Ибо нахожу. Вот, видишь? Да. Я искал... Почему как идиот? Нет, нет. Это хорошее. Такие поиски целенаправленно. Как верный идиот. Да. И вот эта песня замечательная. Ээээ... Как там? Ну... Кто... Тот споткнется, что-то там. Кто хочет, тот дорвется. А кто ищет, тот всегда найдет. И я нашел, друзья мои. Я нашел совершенно потрясающий фильм. То ли 2005-го, то ли 2006-го года. Поначалу, кстати, я начал его смотреть с ужасной неохотой. По одной простой причине. Я не люблю немецкое кино. Ну, за редчайшим исключением. За редчайшим. Эээ... Ну, вообще, немецкое кино я не люблю. Оно... Вот, знаешь, оно мне... Оно мне... Оно мне представляется точно таким же, как вот все исконно немецкое классическое. Чрезвычайно подробным. Необыкновенно аккуратным. Очень дотошным. И, ну, невероятно скучным. Ну, неверо... Ну, просто, ну... Ну, кошмар какой-то. Но тут я, вот... Был по-хорошему изумлен. Я просто спрашиваю, а как же немецкая порнография самая знаменитая? Она ужасна. Да ты чего? Она самая знаменитая? Из всех порнографий, я тебе хочу сказать, что самая отвратительная порнография как раз немецкая. Почему? Я тебе объясню. Это просто во всех деталях показанный хлев. Вот хлев, показанный во всех деталях и перенесенный в жизнь социума человеческого, это немецкое порно. Оно ужасно. Оно лишено всякой фантазии. Там оглушают эти крики «Марта да сэст фантастиш». Да, да, да. И, в общем, толку никакого от этого нет. И смотреть это невозможно. А хочется толка. А хочется толка. Я хотела сказать, какой толк от порнографии должен быть? Это отдельная тема. Я уже чувствую... От порнографии три. Минуточку. Вот это и будет тема. Три. От порнографии три. Во-первых, порнография должна быть школой. То есть, тебе должны показать то, о чем ты даже не подозревал. Или то, что ты просто как бы хочешь узнать и не знал. Нет, то, что ты нигде не нашел. Ни в жизни, ни в книгах. Ну, то есть, образовательная функция. Да. Порнография должна изумлять. Тогда фильмов будет не много, я так понимаю. Тогда фильмов будет не так много. Вообще, я же говорю, что мои неустанные поиски порнографии обусловлены желанием найти такое порно, которое меня сделало бы лучше. Первый, ты Каллигулу смотрел? Каллигулу смотрел. Ну, там так классно. С Васильевым классом. Нет, когда я посмотрел его... Во-первых, это не порнография, потому что ты сейчас рассказываешь. Да. Это начало практологии. Ну да, согласен. И все начинающие практологи именно с этого и начинают. Учатся на этом фильме. Без Женера. Вот. Это не порнография. Вернемся. Вернемся. А то мы уйдем далеко. Или сменем тему. Так вот, в поисках порнографии и хорошего кино одновременно, что, в принципе, одно и то же, я, наконец, был вознагражден и нашел вот этот немецкий фильм по роману моего любимейшего, одного из любимейших моих писателей зарубежных Уэльбека «Элементарные частицы». Значит, роман называется «Элементарные частицы» и фильм называется «Элементарные частицы». Вообще, у Уэльбека я люблю очень сильно две вещи. Первое – это «Элементарные частицы», а второе – до сих пор непревзойденный, мне кажется, им самим. Вообще, вершина, которую он достиг – это «Платформа». Этот роман так прекрасен, что по нему до сих пор не могут снять фильмы. Потому что чрезвычайно тяжело снять фильм по роману «Платформа», который по обаянию превосходил роман. Или, по крайней мере, как-то соответствовал ему. Кстати, кто не читал этот роман, просто, ребята, вы… Ну, это огромное упущение в вашей жизни. Обязательно прочтите «Платформу». Итак, «Элементарные частицы». Значит, что я хочу сказать? Ну, естественно, глупо с моей стороны пересказывать фильм. Я хочу, чтобы люди его посмотрели. Поэтому я не буду его пересказывать. Но я был совершенно поражен. Ну, короче говоря, я первый раз в жизни увидел фильм ужасов, снятый на коммуникативную тему, то есть на тему межчеловеческих отношений абсолютно современных, совершенно сегодняшних. И если кто-то хочет понять, от чего мы все погибаем, то должен посмотреть фильм «Элементарные частицы». Это просто поразительный совершенно фильм, который диктует, очень откровенно вскрывает, препарирует и диктует ту ясную давно уже мне аксиому, что человечество погибнет от того, что жизнь ему станет не мила. Вот я уже говорил в одном из подкастов, есть такая книга Виктора Троснякова «Мысли перед рассветом». Это замечательная книга, кстати. Прочтите тоже, достаньте эту книгу, ее достать очень тяжело. Там он говорит о многом, Виктор Тросняков, но меня совершенно потрясла фраза о Римской империи. Он говорит, что Римская империя погибла от того, что римлянам жизнь стала не мила. Вот фильм «Элементарные частицы» говорит о том, что мы погибаем все от того, что нам жизнь не мила. То есть такое тотальное отсутствие любви. Понимаете, вот фильм «Элементарные частицы» строится на стыке двух потрясающих эмоций. Первая эмоция – неустанные поиски любви. То есть дикая жажда, но превышающая все жажды на свете. Жажда любви, как люди пытаются ее найти. И вторая эмоция – это отчаяние от того, что ее нет нигде. Ни в ком, никакой, ни под каким видом, ни родительской, ни братской, ни дружеской, ни той любви, к которой мы все привыкли, когда говорим это слово. Ее просто нет нигде никакой. И человек, который ищет ее и не может найти, он обречен на две вещи – либо он гибнет, либо он сходит с ума, выстраивая себе мир воображаемой любви. Честно сказать, я не понимаю, почему этот фильм в свое время прошел мимо меня. Ведь был же 2006 год в моей жизни. Я ничего не слышал о фильме «Элементарные частицы». Я не помню, чтобы ему дали какие-то ветви или призы, чтобы он шел каким-то широким экраном. Я не помню, чтобы он в прокате шел по России. Его не было. Может, и не шел. Может, и не шел. Но он должен был идти. Потому что вот фильм «Стыд», о котором я говорил на прошлом подкасте, он, по крайней мере, хоть получил какие-то там ветви, премии и прочие какие-то награды. И какой-то прокат, видимо, был. А вот «Элементарных частиц» я в прокате не помню. И это чрезвычайно странно. Потому что этот фильм просто обязан иметь место быть, мне кажется, на полке у каждого, ну, не то что киномана, но человека, который просто любит кино. Заодно я просто хочу повторить, что этот фильм меня примирил, значит, с немецким кино. Оказывается, что немцы могут, когда хотят. Вот. Ну, что еще сказать, ребят? Я не знаю. Надо смотреть просто. Вот и все. Элементарные частицы. Да. Вот так. Ну, и кто следующий? Ну, Настя вступает. Да. Анна Полькнули, какая-то русская. Да. Я, опять же, по заданию господина Бархатова искала хорошее кино. Столкнулась я с тем, что, ну, я пошла другим путем. Я искала его не в интернете. Там я знаю название хороших фильмов. И я иду тогда наигрочайшим путем. Я пересматриваю то, что мне нравится в интернете. Да. Я просто ныряю и смотрю. Я знаю вот эта мелодрама, она сейчас вот здесь вот. И все мне будет хорошо. Я пошла в кино. На большой экран. Как учили. Вот. Я открыла афишу и столкнулась с тем, что вот на прошлой неделе, на мой вкус, смотреть было нечего. То есть я пролистала какую-то тонну фильмов, которые там идут где-то в двух-трех кинотеатрах. Я их отмела. И стала смотреть то, что идет сейчас. Поняла, что, ну, не айс. Да, простите за слово. Выбрала я, во-первых, фильм посмотрела «Я нормально супер гуд», потому что я слышала уже о том, что его смотрели. Так что, в кино уже пошел? Да, он идет в кино. Оу, щит. Причем он идет в каких-то вот маленьких зальчиках, которые сбоку, я имею в виду кинотеатрах. Да, в них надо смотреть кино. А чьи эти фильмы-то? Это немецкий фильм. Ну, там же смешная тема, сейчас Настя расскажет. Я попытаюсь не раскрывать все карты, потому что, может быть, Саша пойдет еще посмотрит. Ну, это не мешает. Значит, фильм снят по сценарию эмигранта, который переехал в 90-е годы в Германию, и он снимает кино нашего эмигранта, Виктора Каминера. Да, да. И Владимира, по-моему. Владимира Каминера, да? Это уже меняет, да. Ну, это не меняет ничего, абсолютно, да. Три мальчика молодых. Юра, перестань смотреть телевизор. Почему? Владимир, Андрей и Михаил едут в Германию. Когда открыли шлюз за границей, у меня как раз в это же время, в эти же годы уехала соседка по парте. То есть они были, как это называлось, немцами по Волжье, да? Да, немцы по Волжье. И вот, собственно, они как раз смогли в то время переехать. Я помню эту историю. То есть в наших персонажах играют немцы. Да, отлично. Но в этом фильме немецкие актеры играют по сценарию, который написал по книжке, видимо, по книге, которую написал наш мигрант вообще, который уже давно-давно и глубоко живет там. Да. Мне было любопытно посмотреть, что это, как они это сняли. И они, раз снимают историю переезда, как они видят то время и Россию, и, может быть, современную Россию. Да. Я пошла за темой, которую обсуждали вот в предыдущем подкасте без меня. Да. «Калинка-малинка», «Взгляд на Россию», я думала, что, может быть, там действительно это есть. И там тоже, оказалось, есть кусок «Калинки-малинки», в частности, рефреном идут песни. «Тех лет» или не «Тех лет» в «Ополе березка» стояла, по-моему, там была. Но это на самом деле фильм не портит. На мой вкус фильм испортило немного другие, немножко другое, немножко другие вещи. То есть фильм, выходя, уходя оттуда, не принес мне того, зачем я шла, то есть какого-то эмоционального удовлетворения, что ли. Мне показалось он слегка скучным. Это вот к фильму немецкому, может быть, кино. Да, слишком педантично снятым, может быть. О-о-о-о. И когда снимается история про то, как ребята приезжают, им дают в Германии общагу, да, и вот все вот это, что там происходит в общаге, я понимаю, о чем писал этот человек. Но видя, я понимаю, что снято это не так, как это было. Они не понимают, что они играют. Ну, конечно, потому что немцы играют. Они не понимают, что играют. Они нашли не ту совсем натуру. То есть, на мой взгляд, они нашли… Они слишком это прилизаны, слишком это не так. И они это делают не специально. Да нет, они действительно не понимают, о чем речь идет. Юра, возможно, это очень смешно. Наверняка. Вот именно поэтому. Наверняка. Я себя поймала на мысли, что мне это как раз поэтому и не смешно. Я за весь фильм… Или очень не смешно, Юра. Комедийный, по идее. А так он… Он комедийный. Так это хоррор. Да. Я за весь фильм… Грубо говоря, вообще зачастую в иностранных фильмах люди, когда играют что-то, а Россия не понимает, что они играют. Так это нельзя понять. Нет, я думаю, на самом деле так же смешно, когда наши играют какую-нибудь там из заграничной жизни. Запад, вот, вот, вот. Да, да, да. Агата Кристи наша. При Балтике – это кошмар. Даже я, когда смотрю наши фильмы на загранице, даже мне смешно. Это кошмар. Это чисто английское убийство, помнишь, с Баталовым в главной роли? Но! Нам теперь это смешно. Нам теперь это не было смешно. А тогда мы не знали. Да, ладно. Да, ладно. Мы не знали. Так мы не знали тогда. Мы не знали, может… Был железный занавес. Я точно не знала. И нам не было смешно. И не было смешно. Поэтому возможно. Конечно. А сейчас не смешно. Сейчас, например, мне все эти как проглоченные жерди в актерах, которые играют англичан. Да, да, да. Это дико смешно. И вот то же самое, мне показалось, получилось в этом фильме. Они стараются. И вот из-за этого стараются, я им натянула бы четыре. По пятибальной системе, да? Или как Андрей учит, по десятибальной. Ну, это вы просто из сострадания. Ну, шестерка, семерка, может быть. Потому что фильм-то неплохой, да? Так почему же он неплохой-то? Ну, он… Потому что… Да нет. Ей просто жалко их. Она, видишь, это… Жалко. Это женское сердце, да. Какая жалко считается. Хорошо. Дальше. Я еще не все сказала. Да. Значит, помимо того, там есть симпатичные любовные истории. Ну, там есть такая история, которая меня, например, тоже не улыбнула. Один из парней получает только три месяца визу. Значит, двух приняли Германию в объятия и сказали, ребята, живите, вот вам деньги на установление, вот вам общежития. А один из трех друзей получает только три месяца, потому что он не еврей. Угу. Не все везет. Причем… Конец. Что меня улыбнуло, да, я, может быть, не такой великий специалист, но из трех, из трех приехавшись, он был самый, на мой взгляд, вот похожий. Только не переживай, ладно? Это кино, да? Вот ради бога, только не переживай, не убивайся. Да, не может. И что? Ну, он был самый, вот на мой взгляд, которому надо было дать эту… Так, Настя, эту часть опускаем, переходим, да. У него было несколько вариантов. Или вернуться в Россию, а потом еще раз приехать, да, и получить… Я понял, к чему ты клонишься? Или выйти… Женщина. Жениться. Ему надо было жениться на нем. Ну, конечно. Вот. Причем это как бы обсудилось, забылось, потом знакомиться с девушкой, и у них получаются отношения. Да. Отношения получаются. Да. А потом он ей идет и признается, что ему нужно жениться, чтобы остаться в Германии. Она в соплях, в слезах. Естественно, она немка. Она немка. Они познакомились случайно, но она немка. И у них могло что-то выйти. Да. Она в него влюблена. Он… Он ее не любит, но он к ней хорошо относится. Он, зараза, честный. Вот, вот. Он, зараза, честный. Причем на него надавил… Ну, то есть дурак. Ему так не повезло. На него надавил самый такой положительный из них друг, который, собственно, там и двигал весь процесс. Из трех приехавшись, он один стал сразу продавать, торговать, пытаться устроиться. И самый был толковый. Но девушки у него не было. Девушки у него не было. Всегда не везло. Вот. Он позавидовал ему, что у него девушка, и стал ему говорить, нельзя лгать. Я сейчас расскажу весь сюжет, это будет неинтересно. Да, 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 да. То есть он читается. Но в итоге девушка его, конечно, бросает после этого. Ну, естественно. Кто же говорит женщине правду. Ее подруга, у которой роман с третьим парнем бросает того парня. На то. И вот из-за этого получается какая-то милость… Не смешно. Опять же, и не грустно, и не смешно. Получается глупо. Ну, глупо это глупо. И не жизненно. Есть такая… Нет, это… Вот тут, Настя, я не соглашусь. Это очень жизненно. Потому что количество мужчин, которые говорят женщинам правду, после чего рушится все вообще. Семьи, любовные отношения. Это количество растет… Геометрической правды. Хочешь об этом поговорить? Уже нет. То, что он сказал правду, это… Пусть это… Я согласна. Он должен был так сделать. Он сказал, я не очень понимаю… То есть ей бы разобраться в чувствах и понять, что, несмотря на это, надо замуж за него выйти. Он хороший парень. Да не может женщина выйти замуж за мужчину, который с ней честен. Это абсурд абсолютно. Да. Это хорошая тема. Я не думала об этом. Тема. Мы четыре года ее разрабатываем. Мы молодцы. Тема. Нормально. Это то, что вам надо усвоить. Да? Хорошо. Видите? Я не зря посмотрела. Я не зря посмотрела. Это поучительно. Не зря. Вот вы должны вынести из этого самую главную мысль. Настя, скажи, у меня есть такая дебильная метода пытаться одним словом передать ощущение от фильма. Уж случайно это слово в твоем случае не недоумение? Нет, не недоумение. А какое это слово? Мне было скучновато. Не скучно, но скучновато. Скучновато. Хорошее слово. Вот так. И еще по этому фильму, по поводу этого фильма, я нашла для себя аналогию. И могу объяснить, почему он мне не понравился. Мне показался фильм похожим на французский фильм Амели. Если вы понимаете. Ничего себе. Амели – это шедевр? Да? Мировой шедевр Амели. Теперь я его не могу. Вот послушайте. Жуткое дело. Мне показалось, что есть какие-то аллюзии с тем фильмом. Может быть по тому, как снимал оператор. Может быть еще по каким-то кусочкам. Вот если кто-то из вас посмотрит и попробует сравнить. Ну непременно посмотрю, конечно. Да? Саша уже заинтриговали. Особенно теперь. Нет, ну вот это вот меня заинтриговали. Нет, но я все равно пошел бы, конечно. Я не поклонница фильма Амели. Я тоже. Поэтому. Вы просто грубые, бесчувственные люди. Дело не в этом. Я его смотрела 2 или 3 раза. Не надо его смотреть 2 или 3 раза. Я его смотрела. Его и один раз смотрели. Я его пересмотрела, потому что он очень понравился моему брату. Ему вообще ничего не нравится. Вот Настю погубит сострадание. Ага. Хочу познакомиться с братом. Хорошо. И что ты пыталась понять, почему брату, которого ты ценишь, так что-то там почему? Да. И не случилось. Ты не поняла. А пошла еще раз? Нет. Какая история вопроса? Я когда узнала, что он… Что-то милое в этом есть, но меня вот от такого милого немножечко… Миленький. Вот что-то мне вот летит. Ну понятно. Нет, ну он… Конечно. Вот в этом немецком «Я нормально супергуд» я для себя нашла вот такое что-то милое, что мне не близко. Такое что-то милое, от чего меня… Ну что же, это тоже опыт. Это, наверное, еще состояние души духа, я не знаю. Вот на тот момент… Души духа? Состояние… Состояние… На духовку, похоже. На организма вам так больше нравится? Да, да, да. Ты не прощай внимания. В который я смотрела этот фильм, и в который… Вот в этот момент мне такой фильм не нужен был. Мне нужно было что-то иное. Понятно. Или больше… Или даже с одной темой… Или с юмором вернуть в другую сторону. И опять же, мне не понравилась раскладка вот этих героев. Значит, парень, который не мог остаться, остался, пошел играть на органе в синагоге и переквалифицировался в еврея. Это полная ерунда. Абсолютно. В синагогах нет органов. Ой, нет… Ну, в общем… Костюм, наверное, в руководстве? Костюм, наверное, в руководстве. Да, в конец, в костюм. На голову в костюм перепутать я тоже сильно. Да? Чем больше, чем сильнее. Хорошо. Простите меня, но… Да нет, пожалуйста. Мы давно с Юрой привыкли к оскорблению. Может, несколько тысячелетий. Я не хотела… Так что? И что? Значит, а тот парень, который зарабатывал… Значит, вот что мне понравилось в этом фильме. У берлинской стены, которую разрушали, он продавал эти берлинские камни. Сидя у этой стены, он продавал там за, условно, доллар или франк. Хороший бизнес. Он все продавал. И это супер бизнес. Конечно. Я знаю, что на этом там… Да, миллионное состояние. Если эти камни везти в Россию продать, он уехал. Куда? У него была возможность остаться, он вернулся в Россию. Ну, прав. Он не смог там жить. Все камни продал и вернулся, конечно. Не продав все камни. Вот, на самом деле, это может быть то, что… Камни продавец. Вот, он такой неожиданный финал. Мне понравился. Он и в Россию не пропал, приезжая потом к своим друзьям. Естественно. Такие не попадут. В более симпатичных пиджаках. Но, опять же, я не буду снижать оценку фильма, потому что я поняла, что это не мой фильм, но я к нему возвращаюсь. Это не повод его не смотреть. И это не повод абсолютно его не смотреть. Причем, после этого, обсуждая его с другими людьми, видевшими, я поняла, что у меня есть о чем говорить. И мое его, как бы, несмотрение, это вдвойне не повод. А где ты смотришь? Октябрь какой-то сбоку зал. Там что-то есть в сбоку зала. А с улицы в хол, там, да? 50-й, 11-й зал. Меня заносит в эти 50-й, 11-й. Только там, где за они? Они называются. Шел на тот момент там. Где-то еще, может быть. Но я просто под время подстраиваюсь. А пишет ей помощь, Саш? А пишет ей помощь, Саш? А пишет ей помощь? Нет, я смотрю, но не нашел. Идет, он еще идет. Это, собственно, первый мой опыт. Ну, такой порнографии там нет? Нет, абсолютно. То есть, Юра, тебе не понравится? Я не пойду. Там нет, там нет никаких постельных сцен. Может быть, под одеялом, когда герои лежат. Но даже с натяжкой вспоминаю. Нет, для Юры это не кошмар. Это не этот возраст, а под одеялом. Он под одеялом уже нет. Для этого я заканчивал медицинский институт. Еще короче, я расскажу о втором фильме, который я посмотрела. Он называется «Привет, меня пора». Ух ты. Это тоже был зал. Это тоже было сбоку. Какой-то ограниченный, видимо, вот этот прокат. Небольшие какие-то дикие залы. Вот. Чем примечателен этот фильм? Точнее, мои ощущения после этого фильма. Когда включили свет, оказалось, что в зале, который был почти полон, небольшой, но почти полный зал, это, в принципе, хороший для буднего дня показатель, наверное, сбора фильмов, были одни девушки. Вот как. Абсолютно. Причем с заднего ряда донеслось, ха-ха, одни бабы. Сказала баба. Да, конечно. Ну да. Ее поддержали. Мужик в будке. Похотом. Вот. И действительно, оглянувшись, я поняла, что на этот фильм понятно почему. Значит, аннотация к фильму такова. Разведенная 35-летняя девушка, у нее роман с 19-летним парнем. О-о-о. Вот такой фильм. Сколько летняя девушка? 35. Девушка. Это же повторно. Бывает. Как назвать? Мадам. У нас нет аналога в русском языке. Женщина. Это не хорошо. А я пытаюсь… Да, я начала… Ну нельзя. Она опять жалеет. Жалеет. Ну просто у меня возраст близок к этому, я пытаюсь понять, как же меня назвать. Ну зачем вот так сразу? Мы все думали 17. Возраст какого? 19-летнего парня у тебя близок возраст? Ну да. Пусть будет так. Взема- brief. Ну… Зима-то… Сюжет двух словах я анонсировала. Я думал поселимый. Чем фильм мне не понравился? Всем. Наверное, всем. Прекрасная рекомендация. Он какой-то опять милый, он хорош чем. Фильм хорош тем, что, на мой взгляд, они не скатились и не спустились до нереальных каких-то в жизни истории о том, что вот она такая была разнесчастная, развод переживала, а потом встретила принца на белом коне. Принца не случилось. В 19-й возрасте не бывает принца? Роман с мальчиком случился, он ей помог пережить кризис, и это всё. Так он и принца, и всё. А потом, соответственно, это же спящая красавица. Разбежи. Никто же, никто же. Юра, там есть сцены, я могу чуть-чуть подробнее, если надо. Но в нем я не верю. Там есть сцены, показывать не буду, я могу сказать. Ну а что, ну уж надо показывать, ну да. Но они, на мой вкус, не те сцены. Понятно. В машине. Это как-то всё очень. Крупным планом в машине и только в ветхом половине героев. Твоё впечатление, что... Лёгенький фильм. Лёгенький. Лёгенький. Миленький. Вот опять не совпало с ощущением. Он... Нет, он голливудский. Ну, США. Американский? Он американский, да. Я называю всё туда голливуд. Ну, не важно. Что там может быть интересно, это то, как девушка, которую они позиционируют, 35 выглядит. Я ей могла дать легко и 20. Вот, легко. И такая девушка, выдернутая из американского контекста. То есть она полновата, она некрасивая. Да. Это большой город. Пригород Нью-Йорка. Пригород Нью-Йорка. Пригород Нью-Йорка, это очень крутые люди. Да. Ну, она ничего не делала, развелась и оставила всё мужу, который ей изменил, ей наставил рога. И она ушла? Да, вот что там приказано. Я оставила всё мужу? Что? Это как... Вот. И что там интересно было, вот даже вот опуская любовную историю... Это не русский режиссёр. Мне не понравилось. Нет. Мне понравилось в фильме два момента. Два момента. Два момента. Два момента. Вот то, что она вначале оставляет всё мужа и родители. Она слышит, что родители, к которым она приехала пожить, ей на это пеняют, что какая дура. Всё оставила ему. Безусловно. Причём, что он её... А они оба зарабатывали. Она сидела дома. Она сидела дома. Но благодаря ей она помогала... Понятно. Она бросила всё из-за того, что вышла за него замуж. И они прожили там, ну, условно, сколько? Ей было 20 с небольшим, но где-то там 8. Они, видимо, прожили вместе 6-8 лет. Второй момент в фильме – это то, что она приехала жить к родителям. И вот это, насколько я понимаю... Это русским режиссёром снят фильм. Точно, абсолютно. Вот. Значит, там это обсуждается тема, что родители, значит, тоже, когда она в полусне в каком-то... Чем приезжать к родителям. Родители... Мать. Жёсткая. Жёсткая мама, которая ей пеняет... Потому что у неё нет работы. Да. Вот почему. Она ничего не делает. Она же в домохозяйке была. Она в депрессии, и она несколько месяцев ничего не делая, живёт у родителей. Но тут же они говорят – живи сколько хочешь, говорит ей папа. Товарищ на российских фильмах. Абсолютно. Живи сколько хочешь. Так. А она понимает, что неправильно. И в конце фильма все точки над «и» по-американски расставлены. Она встречается с бывшим мужем, уверенная в себе, подкреплённая романом с 19-летним парком. Бред. И говорит ему, я не подпишу эти бумаги. Она должна была просто поставить подпись. Да. Говорит, нет, мы с тобой будем пересматривать. Я слишком много на тебя потратила времени и сил, и ты мне должен. Ааа. Говорит она, она выглядит хорошо. Она себя, значит, смогла из этой шорты и майка грязная выдернуть, она действительно получается такая симпатичная. А он настроен на пересмотр освещения? Он офигел. Конечно. Потому что он её использовал всё это время. И офигевшим она его оставляет в кафе. И, значит, она говорит родителям, я оформляю субаренду. Давай я перескажу весь фильм. Субаренду? Это уже не важно. Это пошла американская тема. Точно сошли там. Я оформляю субаренду на несколько месяцев на дом, который родительский дом. Они там куда-то уезжают в путешествие, а я буду снимать, мол, его, и платить вам деньги, и устроить куда-то на работу. Ну, что-то такое. Но смысл в том, что закрылась эта тема, поживу я у родителей, и они меня обязаны кормить, как раз американским вариантом. И девушки, которые смотрели сзади меня, они обсудили между собой быстренько очень как-то так, ой, у нас вообще не возникла бы такой проблемы, типа, что это я живу у родителей, и как это, почему бы нет. То есть развелась, вернулась, всё нормально. У них это ненормально. Зная это, я всё время думала, где же, где же. И вот конфликт, он всплыл. То есть ей пеняют, а она это понимает, что она не может, она взрослый, уже отрезанный ребёнок, она должна устраивать свою жизнь сама. Отрезанный ребёнок хорошо звучит? Так же, как взрослый ломоть. В смысле ломтяк? Я опустила слово ломоть, сразу, сразу. Да, это было очевидно. Не, не просто, Настя, вы молодец, отрезанный ребёнок, это очень хорошо. Это сильно. Трое на одного. Это не одноходовка, а трёхходовка. Мне не понравился фильм. Понятно. Двойка. Ну, то есть он, видимо, всё-таки нереальный. Почему нереальный? Нет, нет. Всё бывает в жизни, так, Настя, тогда, извини. Бывают фильмы, которые реальные, но ты смотришь из него, что ты понимаешь. Тогда что-то оцениваешь в фильме? Реальность показа ситуации жизненной или то, насколько тебе нравятся герои? Это разные вещи. Я могу оценить разные вещи, но я сейчас оцениваю фильм в целом, я оцениваю своё состояние, когда я вышла. Хорошо мне после этого? Хорошо можно сказать минус. Это женская реакция. Прости ради бога. За сексизм такой неволный. Да, но я шла за какими-то вот бампуцелями эмоций. Может быть, это всё-таки. Ей по другому причине нельзя быть кинокритиком. Она очень сострадательна. Ей всех жалко. Она готова всех оправдать, понять. Резюме, я заканчиваю. Не зовём её больше. Два фильма минус. Это связано одно с другим. Последний фильм, который я посмотрела, не участвуя в вашем том подкасте, который мне понравился, это была Анна Каренина. И я могу закончить, да? Отличная точка. Она ещё пара на карьеру хочет. Да. Анна Каренина? Нет, это Кьюрина. Почему? Я же допускаю, что может он нравится этот фильм. Почему? В чём дело-то? Я же просто, ну, я же говорю всегда... О своём мнении. Да, да, да. Что такое, нравится фильм, не нравится фильм. Настя на самом деле сказала гениальную вещь. Может быть, посмотри и сегодня Анну Каренину, она мне понравилась бы. Это же во многом зависит ещё от обмена веществ, которые ты... Что ты съел утром? Ну, конечно, безусловно. Что тебе за день накапали на мозги? Задень, я бы даже сказал. Задень. Что тебе за день накапали на мозги? Как ты пришёл? Я вечером смотрела. Бывает и накапали на мозги. Да. Поэтому нет, это же всё, смотри. Я вот даже «Тайну двух океанов» смотрю с разным чувством каждый раз. Сперва одного океана, потом второго. Я... А «Республику Шкид». «Республику Шкид» я один раз смотрел и больше не хочу. Это очень фальшивый фильм. Особенно мне не понравилась песня про кошку. Не понравилась песня? Нет. Юра, а твой любимый фильм «Советских времён»? Ну, или фильмы. Ой, ты смотри, какой ты мне всё-таки... Какой ты мне... Он подвый, да. Мой любимый фильм «Советских времён». Нет, я сейчас скажу. Ну, «Советский кино». Да. Мы самый... Не задумывай так. Да, сейчас попробую. Да ладно. Да. Мой самый любимый фильм «Советских времён» Андрей Рублёв. Это «Советский разведвременный». А ещё что тебе нравится? Конечно. Это же был «Советский Союз». Конечно. Прошу более мягко. А что тебе ещё нравится? Ещё мне очень нравится «Солярис». Очень. Ты как он всё-таки гад, а? Почему? Попсалик вообще. Ещё мне очень нравится «Сталкер». Понятно. Да. Он не читал так... Вообще, Тарковский, вообще, мой любимый режиссёр «Советских времён». Правда, у него есть фильмы, которые я терпеть не могу. Фильмы? Перечислив три? Нет. Из пяти, по-моему, из шестручных? А ещё есть фильмы, которые... «Зеркало» я терпеть не могу абсолютно. Почему, Юра? Ну, там зеркало. А? Там зеркало в него смотреться. Почему? Я скажу. Скажи. Это, на мой взгляд, совершенно непереносимое нормальным человеком занудство. Я терпеть не могу ностальгию и жертвоприношения. Терпеть не могу. Это не советское кино. Ну, почему? Это очень советский совет. Нет, это было уже далеко не советское кино, а уже Италия. Ну, хорошо. Почему? Потому что это... Потому что это самораскопки в области... Значит, в области семенников, собственно. Ух ты. Больше ничего за этим не стоит абсолютно. Вот Терпеть снял три фильма, за которые я его очень люблю. Иваново детство, Наревоглёв и Солярис. То есть всё, что не автобиографично, годится? Почему не автобиографично? А что, Иваново детство автобиографично, что ли? Я говорю, всё, что не автобиографично, тобой воспринимается на уровне. Да я так не сталкиваю. Нет, нет. Дело не... Я не связываю это с автобиографией. Нет. Нет, нет. Ну, потому что зеркало – это такая личная семейная история в основе. Нет, нет. Не в этом. Мне на это наплевать. Я бы принял зеркало, если бы за этим что-то стояло. А? Да-да-да. Да. Когда... Я вижу, что за Андреем Рублёвым, за Солярисом и за Ивановым детством стоит очень глубокая трагедия, которая привела человека к глубочайшим же выводам философского плана. Чего-то не обнаружено в зеркало? Не абсолютно. Не в ностальгии, не в жертвоприношении. Абсолютно. Это ковыряние в собственном пупу тщательное, рассматривание... Ой, извините, рассматривание его под лупой и вытаскивание оттуда несуществующих каких-то абсолютно несуществующих и объявленных сверхценными, так сказать, фрагментов бытия. Нет, ну это объявлено уже не им, а всем остальным. Это я не знаю. Это я не знаю. Вот. Поэтому Тарховский – мой любимый режиссёр советского кино. Я с громадным удовольствием эти три фильма готов смотреть и пересматривать всю мою жизнь. Вот. Но пока, во всяком случае. Вот. Ещё, как ни странно, если ты мне продолжишь, так сказать, да, если мне, так сказать, позволишь. Я очень люблю некоторые работы Козинцева. И в частности считаю, что Гамлет Козинцева со Смоктуновским в главной роли – это шедевр, который до сих пор никем не превзойдён. Ни Гамлета такого в жизни своей я больше никогда не видал и не увижу, наверное. Ни эстетического подхода к этой проблеме такого я больше никогда ни у кого не найду. Иди, извините, сколько ещё Гамлетов ты смотрела по фильму, имею в виду? Ну вот, фильмы, подожди, по-моему, два или три были ещё. Ты из трёх Гамлетов выгадаешь одного, говоришь, что это лучшие Гамлеты из всех. Для меня – да. Ну, вообще нет. Для меня – да. Для меня – да. Но я в данном случае, делая некорректный ход, я и театральных Гамлетов сюда же свалил. А, всё в одну кучу? Да. Лучшего Гамлета, чем Смоктуновский, для меня не было никогда. Давайте отдельно тему. Давайте. Ничего не бывает отдельно, у нас всё в этом подкасте, это последний подкаст. Подожди, я просто хочу объяснить. Вот короткая история, Саша, чтобы ты меня понял раз и всегда. Только нового узнала. Я не взял. Когда случилась революция, революция, октябрьский переворот 24 октября. 17-го года. Выбирай выражение. Извините. Но на следующий день одна из гувернанток Вырубовой, Фриллиной, да, сошла с ума. И в сумасшествии её выражалось в том, что она стала отказываться выходить на улицу. И доктор, который к ней был приглашён, начал её убеждать и говорить, ну почему вы не можете выйти на улицу? Она говорит, там полно голых мужчин. Он ей говорит, позвольте, на улице вообще нет ни одного обнажённого мужчины. Они все одеты. Она говорит, а под одеждой они голые. Это старый анекдот. Это не анекдот. Это не анекдот. Это зафиксированный факт. Да, так вот что я хочу сказать. Мне всё, четыре человека в зале. Или три. Не важно. Мне абсолютно, я не могу. Для меня, вот я сейчас найду, понимаете, для меня фильм это живое существо, которое хочет мне по секрету рассказать что-то такое, чего я не знаю. И более того, Саша, что доверить можно только мне. Этот разговор совершенно... И это касается, кстати, книги, картины, скульптур. Я почему не хожу в музеи? Я не могу, там ходят другие люди. Их мало. Их очень много, потому что... Бывает мало. Ну тут нет качественной характеристики, Настя. Нет, это всё нормально. После него я к выложенный социопат. Вот и всё. Может быть. Тогда лучший подарок – это домашний кинотеатр. Домашний кинотеатр. Минуточку. Чтобы купить домашний кинотеатр, надо иметь соответствующую жилплощадь. Я, как врач, знаю, что нельзя смотреть на близком расстоянии. Вот эти большие вот эти вот экраны на близком расстоянии смотреть нельзя. Будет тяжёлое поражение зрения. А если в тесной комнате метров 20 расставить колонки и вот делать этот динамический... Что делает очень много людей. То вот они не знают элементарные вещи. Это провокативнейший для шизофрении метод. Поэтому сейчас у нас такая ситуация в стране. Мы покупали чёртовый кинотеатр и все сошли с ума к чёртовым материалом. Почти все мои знакомые считают в большой комнате гостиной 20 метров ставят кинотеатр и довольны. Вот объясните им, Настя, объясните им, что они подвергают своё здоровье тяжелейшему риску. Объясните им. Уже поздно объясняем. Нет, не поздно. Уже некому. Остановить «зэ» можно всегда. Я, кстати, предлагаю это сделать. Так вот, слушайте, если мы сейчас не прощаемся, мы не прощаемся уже никогда. У нас сегодня очень длинные разговоры. Или мне кажется? Нет, доктор сегодня в ударе. Доктор сегодня прекрасен. Он сегодня в ударе. Я сегодня в апокалиптическом. На этом, дорогие друзья. На этой оптимистической ноте. На этой апокалиптической ноте. Мы надолго с вами прощаемся. Ну да, потому что мне объяснена госпитализация. Не ждите нас. Редактор субтитров А.Семкин